Добрый день, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки! Сегодня у нас две интересные закуски из слоёного теста. Немного креативности и все будут в восторге от вашего праздничного стола. Вот такие съедобные ложки и вкусные квадратики с оригинальной начинкой. Делается всё несложно. В описании под видео указано количество ингредиентов. Друзья, приглашаю вас подписаться на мой канал. У меня вы найдёте много вкусных и простых рецептов на каждый день и для праздника. Стол густо присыпаю мукой, выкладываю слоёное дрожжевое тесто и раскатываю в тонкий пласт толщиной приблизительно 3-4 мм. Для того, чтобы сформировать ложки, я подготовила вот такой трафарет из бумаги. Теперь при помощи острого ножа аккуратно вырезаю ложки. Но очень аккуратно, чтобы не порезать силиконовый коврик, если вы, как и я, делаете на нём. Потому что у меня уже был горький опыт. Один коврик я так порезала. Для того, чтобы использовать тесто максимально, направление ложек меняю. Все остатки теста у нас пойдут потом на другую закуску. Вот такие заготовки у меня получаются. Противень я застелила пергаментом. И для того, чтобы придать изогнутую форму ручке ложки, я буду использовать фольгу. Для того, чтобы края не подгорали, я их оборачиваю тоже фольгой. Кладу на середину противня. И теперь сверху выкладываю ложки. Вот так, чтобы ручка находилась сверху на рулоне с фольгой. И направление ложек тоже меняю, чтобы они у меня максимально все поместились за один раз. Духовка должна быть холодная, поэтому заранее мы её не разогреваем. Вот такая конструкция получается. Для того, чтобы при выпечке ложки не поднимались, я их утяжеляю немного фасолью. Кладу по 3-4 фасолинки. Один желток я смешиваю с молоком. И этой смесью смазываю ложки. Ставлю в холодную духовку на 15-20 минут при 220 градусах. Или до золотистости. Из остатков слоёного теста я раскатала ещё один тонкий пласт. И при помощи вот такого фигурного ножа буду вырезать квадратики где-то со стороной 4-5 сантиметров. Какой, как получается. Ложки уже готовы. Теперь при помощи острого ножа я вынимаю фасолинки и перекладываю пока их все на поднос. Переворачиваю пергамент для экономии и выкладываю квадратики из слоёного теста. Теперь буду выпекать их. Серединку смазываю яйцом. И вторую половинку квадратиков кладу сверху так, чтобы углы не совпадали. Серединку хорошо прижимаю пальцами. Смазываю вокруг яйцом с молоком. Середину можно не смазывать, так как в центре будет начинка. Ставлю в духовку на 15-20 минут при 220 градусах. Пока приготовлю начинку. У меня самая простая. Я отру на мелкой терке морковь, сырую. И туда же натираю на мелкой терке отваренные вкрутую яйца. Несколько зубчиков чеснока измельчаю и добавляю в начинку. Немножко присаливаю. Добавляю майонез и всё хорошо перемешиваю. Опять же, с начинкой можно экспериментировать. Это может быть любой сливочный сыр, типа Филадельфия, красная рыбка, икра. В общем, всё что угодно. Квадратики мои тоже испеклись. Теперь будем формировать закуску. Для того, чтобы её выкладывать более ровно, я буду использовать вот такую пластмассовую маленькую ложечку. Я её наполняю полностью. И потом аккуратно кладу в центр ложки вот такие шарики. Для того, чтобы выкладывать шарики на квадратики, беру ложку побольше. И тоже вот таким способом выкладываю, чтобы начинка имела какой-то более красивый вид. Украшать буду чёрными маслинами. Разрезаю их пополам. И выкладываю на каждую ложку и на каждый квадратик половинку маслинки. Для того, чтобы придать более яркий и сочный цвет закуски, я ещё использую свежую зелень. У меня это петрушка, но может быть всё что угодно. Под каждую маслинку кладу один листочек петрушки. Вот так, друзья, получилось. Согласитесь, что выглядит это симпатично, это недорого и довольно просто делается. Если видео было полезным или понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты. Желаю всем добра!